Они не хотят собирать конструктор. Собственно говоря, я Стив Джокс на этом не заработал. Он предложил решение. На тот момент, когда он первый компьютер и все. Вы знаете, все компьютеры собирали. Покупали, поплатывали. Собирали, паяли. Так вот. Поэтому, вы думаете, что продукт, то, что вы сделали, это весь мир. Икона продуктова. Надо опять же влезть в голову клиенту, и посмотреть, что он видит как покупатель. Кроме того, что вы делаете продукт, вы должны обязательно понять контекст или проект, в который ваш продукт встраивается. Понятно? И предложить, то есть, если, например, с Копини. Сначала ребята традиционировались, только как мы разработали платформу для customer community. Вот видите, такая-то формочка. Вот здесь какая-то интерфейс администратора. Вот здесь вот так вот это инкликрируется с соцсетями. В результате мы каждый раз нарывались на одно и то же. Нам говорили, а мы сами сделаем? Мы приходим там в Альфа-банк. Там такие круговики сидят с бюджетами, как 40 копейни. И говорят, мы сами сделаем. И это не работает. Поэтому мы говорим, что мы приходим уже не... Там Айтишников назовет нас встречи желательно. Мы приходим там к директорам. Но их иногда зовут Матюшок. Вот. Значит... Ну, сейчас они не в результате. Кстати, тоже я могу рассказать. Кейс, когда буду говорить про самообразование. Кто про самообразование? Новый продукт на новой рынке. Отлично. Расскажу как кейс. Но сейчас у нас никто не спрашивает, не пытается скопировать. Потому что продукт настолько мощный, что про само решение там эта часть. Так вот. Так вот. И сейчас мы приходим к маркетологам и говорим, мы поможем четко и измеримо настроить лояльное клиентское сообщество в интернете. Мы это с вами делаем, делаем клиентское сообщество. Мы его нагнетаем, мы его раскачиваем, помогаем придержать людей и так далее. В случае, например, когда мы железо продаем, мы всегда под контекстами проекта мы всегда делаем некий проект замены старого железа на новое, расширение, рассчитываем рои и так далее. Понятно, да? Мы не просто купите железу, но говорим, обновите вашу инфраструктуру. Понимаете правильность? Да? Так ты наверняка сама. Если что-то не дели хорошо, потому что это наверняка, где вы тоже используете. Оценивают вас как поставщика. Вы, как поставщик, часть вашего продукта. И если вы идете в B2B, кстати, да, это касается, потому что там B2B, это немножко не такая тема. Все попроще. Оценивают вас как поставщика. Кто вы, что вы, что вы умеете. Потому что, как правило, в B2B, если что-то более-менее серьезный продукт, у вас, ну, как бы, это такое, как бы, долгосрочное отношение. И всегда люди, покупая решения, хотят быть уверены, что будет поддержка через год, два, три, что с вами как бы можно и делать. Поэтому вы обязательно себя, как компанию, тоже должны позиционировать, включать. И это вот всегда должно быть. Вот мы предлагаем вот это для ваших задач вот таких, от нас. Мы это можем сделать вот так, понятно. Так. Дальше финансовые условия. По финансовым условиям я имею в виду не цена, а какие-то, ну, цена тоже, но в меньшей степени. Это возможности. Вот как мы, да, по ценам, вот, там, иногда сложные, как обличка, это вот тоже элемент. Так. Система лицезирования должна быть понятная, простая, и она должна иметь возможность наукоподобно, максимум, инсцентровать. Мы когда-то думаем, систему там лицезируем для кабины, но, реально, обоснование, там, вот, столько заходов на пользу просмотров кабины, да, или столько просмотров, ну, это реально никак, ну, серверная мощность, которые мы арендуем, но практически никак не меняет. То есть обоснование, ну, оно должно быть в головах у клиента. Поэтому обязательно у нас условия. Если вы продаете большое железо, то есть дорогостоящее, или там какие-то дорогостоящие решения, то есть здесь очень важно, как мы всегда делаем. Мы, когда уже идет речь о проекте, мы с айтишником договорились, мы говорим, да, мы хотим обновить железо. Мы примерно понимаем, что это будет стоить, там, 5-7 миллионов рублей. Это значительная сумма, которую они должны бюджетировать. И дальше еще до финального коммерческого предложения, до коммерческого предложения. То есть мы тогда прикинули стреку, да, там, ну, там, шестерка, где-то там. Мы нашего человека в клиенте, да, организуем нам встречу с финансистом, чтобы мы обсудили с ним финансовые условия, как ему будет удобно, что нам прописать в кафе. Они говорят, да нет, что он обычно финансовый директор, такой небожитель, такой, там, при ней запишешься. Тем не менее, мы придумываем там письмо, какое-то он пишет, там, организовывает встреча. Мы приходим к ним на поклон, во-первых, это очень важно, потому что мы такие все с обычными. Знаете, мы с вашими ребятами обсуждаем вероятность, еще реально работы по проекту, то, что мы выбираем, то, что он будет, еще и вообще там, как бы, умирает, непонятно. Вот. Но, тем не менее, на ранней стаде мы идем к финансисту и говорим, вот мы обсуждаем какой-то проект, бюджет 5-7 миллионов, КМКП мы еще не выставили, да, из тех, кто до конца не посчитали. Скажите, как вам будет удобно, чтобы мы эту, вот, ну, как вам будет удобно, в соответствии с вашими финансовыми задачами, чтобы мы эту цену, как бы, выставили. Например, мы можем предложить визинг, рассрочки, наоборот, предоплату, мы можем ее сдать в аренду, потому что некоторым не нужно на баланс вешать, да, они хотят его взять в аренду. Кто-то ее, как СААС, вот, и так далее, и так далее. То есть, если у вас есть какие-то варианты, если ваше решение предлагает какие-то варианты, это супер. СААС, это, конечно, реально хорошая модель, но она не всем подходит. Бывают конторы, которым нужно активы увеличивать. Они все на активы вешают, вешают, продаются, разбуются там, или еще что-то. Короче, это, если вы работаете серьезной конторой, это имеет смысл сделать заранее. И когда, потому что до финансиста ваш проект, если вы выиграете, обязательно придет. Но он так уснует, ой, эти ребята ко мне уже заходили, лизнули, нет. Вот. Уже о условиях, которые мне удобны. Мы сегодня, красавцы. Это работает вообще. То есть, обычно, киносист, если к нему приходит неожиданно, типа, семь миллионов нужно там через три месяца. А им нужно саккумулировать, вот так. Они не считают, им насрать на деньги чужие деньги вообще насрать. Семь, пятьдесят, вообще неважно. Ну, его это лично вообще не касается. Сто процентов. Но что его касается, это геморрой. Когда нужно там что-то, короче, когда что-то не запланировать. Ну да. Поэтому... Просто нормальный фирменный счет, то есть, нет обычно. Абсолютно. Абсолютно. Да. Ребен должен что-то делать. Это личный геморрой. А когда заранее к нему пришли на покупку, он же это, когда он в актуарах слышит про этот проект. А он думает, ну да, нормальные ребята. Короче, такой вот прогиб работает. Финансисты, потому что один из... Они далеко не главные люди, но они реально обычно к цепочке приняют решения, как правило, они всегда есть. И чем раньше он на него зайдет, и пример, повод благообразный против уроза. Хотим посоветоваться, как вам лучше. Гарантина и после гарантина. Обслуживание обязательно сразу. И отношения. Ваше отношение к клиентам. То есть мы, несмотря на то, что мы, мои парни, мы называемся волшебный сволочь, да, мы реально искренне, искренне вникаем в проблемы клиентов, да, и мы их решаем. Честно, по-пацански. Без всякого бюджета. Мы ничего не впарим. Если клиенту это реально не надо, идем нахрен к следующему клиенту. Вот. И это... Это заметно. Например, мы стали работать с Уралхимом. Он находится в городе, до которого от Перми 4 часа на автобусе. Я уже сказал, как он. Это из Никиты. Два часа, короче, за два часа нужно там... Два часа ехать в аэропорт в Москве. За два часа до вылета. Четыре. Два часа ехать в день. Шесть. И четыре часа на автобусе. Десять. Ради двух часов встреч. И потом обратно. Мы когда там со всеми поговорили, уже собирались обратно. Мужики нам жмут лапу и говорят, там, мы видим, что вы хотите работать. Кто эти все москвичи там, типа, сидят в своем Москве, и там, ой, давайте поскачем. Вот. А с вами мы будем работать. И мы реально с ними там завязались. Потому что мы... И мы не пытались, мы ничего не рассказывали. Делали презентации. Мы выясняли, и всего. Все два часа мы задавали вопросы. Потому что мы хотели понять, можем мы им помочь или нет. То есть это была первая встреча. Но потом еще... Но ее второй раз не это я отправился. Так, значит, по сделке... А! Рассказать это? Как думаешь? Вот. Как люди созревают в покупке? Да? Интересно? Да? Короче, тема интереса. Я даже не знаю, где я... Ну, нависал эту тему я, наверняка, где ты спешь. Может быть, сам бы думал. Вот. Значит... Вот здесь человек покупает. Ну, не человек, а организация покупает. И если отмотать по времени назад, да, что происходит, тогда дома нет. Значит... Вот это момент покупает, перед этим ищет, выбирает, где дешевле. Да? То есть... Вот это время занимает. Это тендеры, как правило, да, или все-то. То есть уже определился, что я хочу, там, вот, мотаю вот эту железку или вот это, что, где купить ничего дешевле. Да. Выберем. Конечно. Все правильно. Мы с них, где нарушим. Да. Все неправильно. Все неправильно. Нет, нет, нет. Ну, сейчас опять же, где вы жгибли. Да, 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 да. Значит, до этого, до момента выбора по цене, клиент намного дольше выбирает, вообще, что купить. То есть, ну, я всегда с телефоном мне привожу пример, который понятно, да. Здесь я выбрал себе вот какая-то модель, еще где эту дешевле, наверное, смотрите. А здесь я смотрю модель, там, айфон или этот, ну, там, сравнивая, на виндос ходе и прочее, да, кто держит в руках. Это занимает еще больше времени. До этого происходит осознание потребностей. То есть человек понимает, что мне пора менять телефон, организация, у него вот уже бейн появился, да, вот здесь вы можете бейн найти. Если у вас такие задачи, они говорят, да, есть, отлично, а вы решаете, да нет, еще что-то как-то некое. Это вообще много времени занимает. Реально много, это прям, ну, намного больше, чем у этих процессов. На самом деле, тут надо прям сжать, вот эти растянуть. То есть человек и организация, а у него есть эта проблема, ну, да, да, займемся как-нибудь, ну, да, там, это, и, короче, ну, такая вот. Долго-долго. Он думает, ну, все, пора, все уже совсем это и решать. А до этого еще больше времени. У него проблемы уже есть, но он еще не осознал. О себе подумайте, да, то есть бывает, что телефон уже настолько поискрипался, что уже заебает, наебает. Но еще вот, ну, уже понятно, что он уже не устраивает, уже больше на нем не почитаешь, какие-то функции нет, еще что-то. Ну, это какие-то старые телефоны. Но, тем не менее, я на тормоз ставлю, я реально долго торможу, потом мне будет, реально, достаточно. Вот. И вот это, сколько и потребность. И вот идеальный вариант, конечно, да, выходить на клиента, вот в этой статье. То есть, когда вы ему звоните, он говорит, нам ничего не нужно. Ничего не нужно. Вы задаете вопросы. Вот, например, там, как, там, вот, опять же, по телефону, ну, там, там, просто, например, живые. Мы узнаем, что она у них старая. Реально, да, не куплено больше пяти лет назад. Потому что, если пять лет назад, для новых проблем нет, мы отправим. Мы знаем, что у нас нет с производства, как правило, что с опчастями уже проблемы. Вот. Они расширяются. Или там, например, капатики у нее уже предела достигла. И все. То есть, у них вроде все нормально. Она работает. Но это наш клиент. И мы им начинаем говорить, так, с опчастей тоже нет. И мы начинаем у них формировать. Мы берем их за руку клиенту. Мы говорим, так, мы вам ничего не говорим. Вообще ничего. Станция работает прекрасно. Мы просто специалисты у нас в станции. Мы их мультимизируем и так далее. Но ваша станция, мы же там, ну, правда, неправда не знали модель. И говорим, знаете, типа, ну, санитас производит. А если еще, а нет, если еще трудим, вот, как бы опять все. Она сломается вообще. А купить такую, установить, это, там, месяц, два. Вы что, два месяца без станции? Ну. И мы, они такие, ну, да, опа. И в этот момент, как бы, теща расстрелась. Да? То есть, как только клиент признает свою потребность, у нас сразу адреналин выделяется, пахнет деньгами. И начинается работа. То есть, человек сказал, да, у меня есть проблемы. Значит, мы взяли захват. И дальше, правда, вот это вот, в этой стадии сделки. Вот. То есть, как раз работает маркетинг или все. То есть, мы там, формируем и вытаскиваем клиентов на стадии, там, формирования. Да. Да. А что вы уходите? Ядрис. То есть, он профессионал, он знает, он, как бы, и экономику понимает по деньгам, и по деньгами заведует. И нормальное время есть оно, да? Вот. И по технике знали. То есть, это вот конкретно. Ну, он не ЛП, а он TDM, Technical Decision Maker. Вот. Microsoft, скорее, как бы, не промывали, как продавать в Microsoft. Там есть TDM и BDM. TDM – это Technical Decision Maker, IT Director. BDM – это Business Decision Maker. Это только подписывают контракты для этого года. Вот. Ну, то есть, вот это TDM можно сказать, что нам ничего не надо. Татистический этаж. Конечно, не следует. То есть, это кто-то, кто разбирается. А секретарша, тоже мы себя обсуждали, да? Секретарша, ее научили отвечать, всех посылать нахер. Вот. И поэтому ей нужно брать. То есть, что угодно. Манипулируйте, как угодно. Лишь бы ее перешагнуть. Типа, я из правительства Московской области. Ее вообще нет. Или, а, с Иваном Ивановичем. Да я из Стамбова приехал, я его брат двоюродный. Стою на вокзале, реально у меня счет. И именно, например, Стамбова. Почему он его, говорит, просто всплыл, говорит. Реально, чтобы прорваться, сразу что он его брат. Стоит на вокзале, без денег, ему дали позвонить. Самому. Ему одну минуту. Ну, то есть, она говорит. А, да, да, да. Это реальный пример. То есть, тут, ну, это я... Так вот, значит, и смотрите, ребята. Например, те, кто... Есть такие конторы, которые на котировках сидят, где играются в конкурсы всякие, как государственные. Они только вот здесь могут узнать об этом проекте. А это значит, что здесь они могут всю работу кто-то сделал. Чаще на котировках там уже такое ТЗ, что... Если ты узнал, то уже до свидания. Да. Хорошие проекты так делают ТЗ. И мы так делаем ТЗ, что там все. Узнаем ТЗ. Мы все по-честному. Не, ну, это, кстати, это честно. Это по-честному, я согласен. Да, да, да. И здесь вот эту работу нужно сделать. Мы за клиента делаем огромную работу. Ну, я там жарко. И здесь идет, сейчас, идет борьба только по цене. Вы ни ценности свои не можете, ни это вот решение, это все наше, только беритесь по цене. Вот я здесь, мы здесь никогда, ни в одной, в которой я работал, мы не сидели, не просматривали эти котировки. Это тупо бесполезно. Там можно выиграть поставку ручек, какой-то мелочухи, там, с моржой 3%, мышки для компьютера и прочих, которые реально туда никто не приходит. Ну, то есть бывает, что госы жалуются, что мы отделяем конкурсы, а никто даже не пытается. Вот. Хотя цены нормальные, но моржи там нет. Вот. Поэтому этого вот так. Так. Понятно, ребята, это важный момент. Это важный момент. Это радует, кстати. Хорошо система работает. Что? Что там моржи нет. Да, 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 да. Но она там же и есть, но мы жадны не хотим больше. И вот смотрите, да, то есть вот это вот, здесь написано, это вероятность, я фаху сейчас, вот эта вероятность покупки, то есть сейчас она очень маленькая и она растет, да, а это возможность влияния. То есть здесь мы можем клиенту повлиять на него сразу, спозиционировать, когда он еще ничего не понимает, мы сразу себя позиционируем как эксперты, что мы этим разбираемся и говорим, ребята, так и так вот, вот там какие-то телефоны, ну там, парабулы уже, вот станция, вот мы же разбираемся. Вы знаете, сколько у нас было случаев? Вот так, как вы думаете, все работает, а света с производства раз сломалась. И уже никак. Вот, надо что-то думать. Да, надо, да, отлично, давайте. Понятно, да? То есть мы влияем, идем, идем. Потом в какой-то момент мы там осознание потребности сделали, когда поезд, они говорят, думают, слушайте, есть там станция авария, есть циск, то есть там еще какие-то, мы говорим, подожди, дружище. Сейчас ты все давно перечисляешь, какое-то. И Сименс отличное. Вот тоже мы Сименс закладываем сюда-сюда. И вот здесь мы продаем на максимум. То есть там с маржой двадцать процентов, Сименс, без скидок, без всего, без рассрочек там и так. Потому что к этому моменту мы же реально друзья с вами. Прям вообще. Он нам верит, он знает, и мы для него все сделали, проект нарисовали и так далее. Вот вопрос. Насколько человек, то есть только в территории, который проходит в этой стадии, которые сначала узнают проблему, потом вы начинаете начать описание, переходят в поиску, а потом на что-то находят, и не берут ни ваше решение. Слушай, очень мало. Очень мало. На самом деле нельзя, я не могу сказать, что сто процентов всех наших клиентов продают, что они вот проходят. Многих вот здесь мы находим, здесь вот такая воронка работает, там поезд. Вот, кстати, да, Яндекс Директ вот здесь работает, да, и прочее там сел, это вот это тело, когда человек уже начал искать. Например, в случае с Копини или Сименсовских станций их никто не хочет. Их хотят только, ну, только те, кто уже ими пользуется, потому что это, знаете, хороший автомобиль. То есть, там ты сел, там привык к этой машине, и ты уже не самый. А те, кто ищет на рынке, они более распиаренные берут бренды, которые, там, АВАИ, АСИСКО, и прочее, да, АСИСКО. Вот, поэтому сам активно никакой айтишник не ищет, хочу станцию Сименс, если у него не было никакой станции Сименс. Знания. Так, ну, сделки нет, сделки не будут. Это не наша тема. Циркач, Юха Циркач, рассказать про Циркача? Слушай, наверное, рановато, я бы сконцентрировался на том, где брать лидов, как, может быть, ещё каких-нибудь подсказок проходить decision maker, то есть, вот, самые первые шаги, плюс, как трекать воронку. Да-да-да, это про трекать воронку. Это, ну, например, ну, просто, чтобы принять решение, понятно, всё, да, это ясно объясняет, то есть, вот, она, это ясная тема. Так, так, воронка. Так, ну, таким прошаренным ребятам, как вы, еще рассказали про воронку, я с вами попробую слушаю, значит, сами-сами. Значит, что я только хочу сказать, значит, касаясь, вот, многим из вас, многие из вас написали в планах на следующую неделю связаться, созвониться с каким-то конкретным количеством конкретных юридических лиц. Что тут можно сказать? Первое, что необходимо вам сделать, да, это определить сегмент. Когда вы делаете первый шаг, когда вам нужно, да, вам нужно преодолеть трение покоя. Если помните из физики, это самая, самая высокая сила трения, но она в мгновении действует, и вам нужно ее преодолеть, да, это. Потом будет трение скольжения, только потом трение качения. Ну, такая у меня ассоциация с физики. Я думаю, что многие из вас инженеры понимают, о чем я говорю. Так вот, самое, чтобы сделать первый шаг, нужно площадь, да, там, уменьшить. Поэтому, вот, не мудрство и лукаво. Вам нужно, там, ЖКХ, например, какие-то, еще что-то, да. Выбираете очень узко, описываете сегмент, куда вы пойдете. Прямо уже, вот там, 20 домов. Если их много получать, выбираете один район, и так далее, и так далее, и так далее. То есть сужаете максимально тему, ну, сегмент, и составляете список прямо из тех источников информации, которые у вас есть. Тургиз, Яндекс, там, отраслевые какие-то рейтинги и прочее-прочее. Составляете эти списки и шарашите туда. У меня что-то развалили. Так, ну, это, значит, как-то другое ощущение. Это первое. Значит, как показывает практика... Это опять не твоя. Подавайте вот это, кстати. Да, может быть, может быть. Как показывает практика, если вы работаете на битубичном рынке, список ваших клиентов всегда ограничен. Он всегда может поместиться на одной страничке Excel. Это сейчас вообще не это ограничение. Когда было 65 тысяч строчек, по-прежнему вам бы хватило. Маловероятно, что у вас поле, где больше 65 тысяч. Не так много, конечно. Ну, просто у нас в стране организации где-то такое порядок. Где-то 200 тысяч или что-то такое, да? Поэтому, если вы работаете на B2B, вы должны в лицо знать ваших клиентов. Вы должны составить их список этих организаций. А потом, правдами и неправдами, выяснить лица при имена, пароли явки, то есть email, телефон, лиц, принимающих решения. Но, вообще-то, чем больше имен внутри организации вы знаете, тем лучше. Ну, опять же, там, как зовут секретаря, не обязательно. Хотя иногда тоже понятно. Понятно? То есть, вот я понимаю, что вы стоите, когда я начинал, когда мы свой бизнес запустили, когда нам пришло время продавать, и мне сказали, ну там, остальные мои партнеры, которые вообще далеки. Я тоже был очень далек, я был руководителем программистом, кто руководителем проекта. Мне говорят, иди продавай. Я такой просто, ну, откуда вот это поле информационно огромное, да, бизнес, мир. И мне оттуда надо с кем-то связаться. Ну, то есть, это такое, ну, тогда нужно выбрать список, составить список, да, составить список, выбрать сегмент и туда идти. Поэтому, значит, если у вас много таких организаций, когда это будет не первый шаг, а уже какой-нибудь второй, третий, первые сами, все ручные. Все ручные. Взяли телефон и звоним. Взяли ножками, пошли, поехали, пообщались и отдать. Все ручные, сами, самостоятельно. Не думайте, что эту неприятную, тяжелую работу на самом деле тяжелую. Можно кому-то отдать. Нет, никто вам этого не знает. Значит, надо собрать единую базу. Можно отдать девочек-телесов. Есть контакт-центры, которым можно написать список с ними, поработать на аутсорсе, дать им денег, и они будут актуализировать эту базу данных. Есть это нормальная практика. Если большая база, там несколько тысяч, то, конечно, и нужно быстро, то лучше отдать. Но эта идея в том, чтобы актуализировать именно? Потому что продать их не смогут. Нет, нет, нет. Конечно, не продать. Да, абсолютно правильно. Акцент, еще раз, телесовы никогда не продают. Телесовы не продают. Телесовы могут вот на той стадии, когда там поезд случайно нарваться, но это мало. Во все это, это мало. Ну, каждый клиент вероятность нарваться, что он именно сейчас что-то хочет купить, шансов нет. Телесовы и телемарки собирают информацию, подготавливают. Иногда там чуть можно более на них не продать, но это не наше дело. А вопрос актуализации базы? Каким это образом? Да, вы существуете, да? Нет, а кто у вас? Ну, там какой-то благородный предлог, опять же. Ну, то есть... Да, и она... Нет, надо узнать имя. База. Это значит, что у тебя есть имя, специально принимающее решение, либо точки входа человека, с которым вы начинаете разговаривать. Вот. Поэтому надо узнать имя, добавочное имя. Вот этого человека... Очень прилогом происходит звонок. Слушай, это понятно получить контакт, а когда ты говоришь там добрый день... Слушай, я еще раз говорю. Творчество, творчество, нет ответов готовы на это самое. Любой. Мы это самое, там есть налоговый. Как бухгалтеры? Выясни как. Да. Димэр. Ну, что угодно. У меня ребята там просто, там такой же скаль бывает. Ну, еще раз, все средства хороши. Из-за исключения, нельзя, конечно, там обижать и унижать людей. Это понятно. То есть, но тем не менее, там еще наше скитание, надо просто преодолеть. Короче, вот... А вот у нас есть такой суть для... Вот. Вы сейчас ребята на старте себе находитесь. И я хочу, чтобы вы понимали, да? Маркетологи есть где у нас? Нет. Еще маркетологи нет? Ага. Вот. Просто... Вы должны понимать. Что бы вас... Чему бы вас там научили... У маркетинга... ДНК... Вот. Как у человека, как у ДНК, как у животного, прописано выживать и размножаться. У ДНК у нас на самом глубоком уровне. Так у маркетинга на самом глубоком уровне, прописано выбирать сегмент, куда идти и составлять базу, да? Это в битудистых маркетологов, да? То есть во многом случае это ваши пуляры. Значит, и простейшее функционирование на уровне рефлексов, как у нас, да? Это вот это. Сбор базы, ну, сбор контактов в единую базу. Получение контактуализации, сбор. Классификация контактов на красненький, зелененький и желтенький. Это я просто рисовал для девочек макетологов. Зеленый, это те, кто говорит, да, нам, да, хотим, нужно, задумываем. Сразу в отдел продаж и там работают. Красный, это бесперспективный, который только что еще купили, или как конкурент случайно забронули, или наши у нас купили, и так далее. А желтый, это те, которые мы постоянно держим напряжение. Постоянно им потом перезваниваем, постоянно всылаем какие-то спам. Разделение маркетинга и продаж, это нет грани четкой. Но в идеале это маркетинг занимается. Поддержанием температуры в этом. Зависит просто персонала, квалификация. Да, да, да. Где-то здесь классификация может заниматься, может маркетолог, в зависимости от класса. В вашем случае, в вашем случае. Я думаю, всем ты будешь заниматься, всем вообще все. А потом ты уже будешь набирать людей. Мы, когда приходим на проект, мы все делаем сами. Все делаем сами, пока не заработаем денег. Заработали денег, есть проекшн, есть пайплайн. Мы берем человека на маркетинг. Еще заработали денег на телесейл и так далее. Все вручную, никак иначе. Поддержание количественных контактов и контрольных контактов. И контрольных контактов немножко проверить. Зеленые состоялись или нет. Сейчас, потом, тело назад. Мы, возможно, слишком сконцентрировались на звонках телефона. Сбор контактов, на самом деле, есть куча способов. Мы вчера говорили про контакты, продвижение сайта. Регистрационные формы. Бесплатные продукты. Все что угодно. Да, да, да. Пайплайн даже просто выложены на сайт. Кто скачал под регистрацию, под email, да? Вот это все с бро данных. Сот процентов, да, ребята. Еще раз. Это, вот, я, когда Коля меня стал чаще привлекать, да, я стал общаться со стартаперами. И для меня реально было открытием, когда есть бизнес, есть ребята работающие. И оказалось, что для них самый интимный контакт с клиентом это по скайпу. Вау, по скайпу. Поговорил просто. Уже все, читай, как бы. В глаза не видели клиент. Так что, ребята, вы ноги заходите и все, я. Нет, с точки зрения, как раз дискуссия, которая у нас была по поводу премиум модели, бесплатных каких-то первых подписок, то есть вот эти штуки, сегодняшние тезисные и вчерашние, можно соединить, то есть если ты чуть-чуть переупакуешь свои продукты, бесплатные для контактов в ПСЖ, с определенными ролями, и будешь их раздавать, как инфопродукты, либо какие-то бесплатные штучки, но в обмен на вот эти вот контакты с телефонами, с почтой, тогда это, да, имеет смысл делать. Какие-то новостные насылки по законопроектам, да. Какие-то простенькие формы или чего-нибудь расчет. Да, инфопродукты. Что-то такое, что вы должны себе как-то свершить шаблоны. Да, там шаблоны писем, шаблоны юридических документов, эксепки по расчетам, там, каких-то вещей просто. Всякие мелкие такие приятные, вы должны быть, и люди говорят, вот, ребята разбираются, помогают нам. То есть вы не оторганисты, да, вы специалисты в расчетах, в коммунальных, там, вот, жей. Вот это надо, вот, то есть продукт нужно расширять. И тогда, кстати, когда у вас вот такой продукт, а не такой, у вас люди говорят, о, мы сами напишем. У вас не говорят, а у них дешевле. Потому что у них программный комплекс, а вы, вау, вы конца, вы реально крутые ребята, а вроде почти те же деньги, у вас всего на 20% дороже. Лучше с этими, я вам точно говорю. Люди никогда, когда дело доходит так, всегда платят больше. Всегда готовы платить больше. Да, контакты, и я к чему, про скайп и так далее, да. Это реальные, там, люди, это не срочки в таблице, это реально то, с кем вам нужно контактировать и работать и так далее. То есть электронными способами, там, лично и так далее, постоянно поддерживать контакты. Да, значит, постановка CPI для отдела продажи. Значит, вот у нас что идет, это вот. Спасибо, меня, как нашел, а вот это внимание. Ну, на самом деле, тут все просто, да? То есть вы понимаете, что если у нас стоит задача продать на 2 миллиона, например, на 2 миллиона, учитывая нашу среднюю сумму сделки, мы принимаем, что-то где-то 20 клиентов, да, потом мы воронку, рассчитываем воронку, как она выглядит. У меня вот это классическое, там, классического файлного бизнеса, как бы, воронка. Вот, у вас там могут быть свои, там, клики, и прочие конверсии, бла-бла-бла, это мне не мило рассказывать. Короче, идея в чем? Идея в том, что надо понять, сколько собрать контактов, да, и потом все, все элементы воронки для себя посадили, там, многие из вас уже, да, так, CTR, ну, там, как это называется, CTR, да, мы переходим, конверсия, конверсия, да, с одной на с другой, вот вы уже для себя как-то просчитаете, прекрасно. Значит, как это делается потом? Когда дело касается конкретных, или конкретных действий. Значит, мы разбиваем вот это вот наше предприятие на кварталы до месяца и на наших людей. Допустим, у нас три продавца, три села, Петров, и Иванов, и Петров. Вот здесь 850 контактов, которые нам всего нужны. Вот они, вот столько по месяцам мы разбиваем, да, неравномерно, в четвертом отпуске, четверо-выставке и так далее. Ну, какие-то там мероприятия, которые мы старпили. Значит, и для каждого, видите, разбиваем вот воронку, прописываем для каждого. А вот так она собирается, и вот те самые парадики, которые мы предположили для себя в самом начале. То есть слона, вот здесь надо по частям. Понятно, да? Этонические. Вот мы его разрезаем, потом в двух плацкостях. Во времени разбили, и по людям, и по сделкам. А это презентация на пост? Да. И уже дадим же это презентация. Да. Она извините, что она делает. По коммерческим предложениям? Да. То есть мы на том, что здесь облахов, тут любой, вот я, о коммерческое предложение. Как это? Я с тем, что мы коммерческие, мы столько работаем, делаем, кто того, как вы коммерческие, но это наши примеры, еще раз, мне это вы можете убить. И силы должны работать хорошо. Конечно, на любом, там, любой силы, нужно, когда там, обманывать, или еще что-то. Вот, в нашем случае, мы возьмем коммерческое предложение, когда очень хорошо мы все знаем. Вот обозначить цену, это очень интимный момент, например, очень ответственный. Плачивать цену не условие, да? Это вот мы, мы сразу говорим о порядке, какие-то, сюда разбиваем все сначала, потом, в итоге, самое, получается хорошее. Поэтому для нас выдача коммерческих предложений это реализация, ну, стадия. Это такой, важный. А клиенты, наверное, на карте, нам не всегда будут выжить, конечно. Ну, тогда мы ничего не высылаем. Мы ничего не высылаем. Ну, ребят, это вот особенность… А что вы говорите? Потому что, допустим, если клиенты очень часто говорят, «высылайте нам коммерческое предложение». Мы продаем сложные, большие продукты. Нам нужно реально провести 3-4 встречи с клиентами перед тем, как ему выдать коммерческое соглашение. А вот раньше, я прекрасно, в этот вечер рассказывал, что есть какие-то продукты, да? У вас есть там еда, например. Да-да-да, фейсы. То, что продают само собой, да? А это, в данном случае, если эксперимент с кухней, по-моему. Да-да-да. Абсолютно. Спасибо. Спасибо. Все правильно. Это именно тот случай, когда… Ну, вы даже немножко датируйте. Я вам расскажу примеры. А по среднему спрессу? А по среднему спрессу идти там? Там попроще, чем здесь. Как вы там, знаете, в аниэйдопе, как молодой программистарный стоит, показывает по 70-сотам, мать-я, сейчас. Ну, что же, где у меня нет ошибок? А раньше, где ДНК. Я не знаю, где там у вас сейчас. А это продавцы, да, показывают? Да, это восстановление. А может, когда найдется в маркете, там, выставление коммерческих положений, общение с заказчиками, но если у вас пойдут попроще, то это, соответственно, маркетинг. Собственный маркетинг. Вы маркетологу скажете, вы должны сгенерить для дела продаж вам такое-то количество лидов. 850 делится на три группы. Одна работа продавцов, маркетинг и третья партнера, если они у вас есть. То есть партнеры тоже что-то вам сами продадут. У кого партнерская модель, я помню, была, обладает, да? То есть вы точно такие же, как на следующей странице, планы ставите им. Обычно у вас нет то, что current rate называется, То есть вот этого потока нету. Потом уже приходится автоматом включать. А вот это целевое, кстати, все понимают, как его ставить себе? Такой интересный вопрос, как для обсуждения, Николай. Можешь сказать? Нет, ну тут просто мысль, потому что тут вот два миллиона, да? Почему два? Ну, то есть, во-первых, там уже два способа есть, да? То есть, во-первых, вы смотрите, сколько у вас денег есть, да? И у вас банально есть денег на три года, например, да? И у вас есть затраты на три года, да? И вы можете вот к этой выручке прийти через понимание, сколько вам денег надо заработать в первый год, во второй, во третий год. Ну, если вы идете вот через бизнес-планирование, с инвестором, он обычно хочет этого планирования на три-пять лет, да? Какого-то. То есть, вы вот на эту цифру выходите, получается, через свои затраты, и что вам хотя бы нулевая прибыль, ну, может быть... Чтобы выжить. Да, чтобы выжить, да. То есть, сколько денег у вас есть от инвестора, чтобы выжить, а сколько вы все-таки сами должны заработать, да? Ну, второй способ, да, уже сколько у вас персонала есть, сколько они реально могут подать, да? Если у вас очень хороший коммерческий директор, ну, допустим, повезло, да? Или вы сами очень хорошо понимаете рынок, сколько вы можете заработать, да? Вы можете сами себе написать тогда цифру. Да. Что за ручку поставить, какую цену поставить? А как цену поставить? А это другой вопрос, да? У нас отдельная тема. Цена образования? Да, конечно. Так, окей, с этим понятно. Так, теперь, значит, тут, ребята, основной момент в чем? Значит, основной момент вам всем на следующей неделе предстоит полевая работа. Почти всем, да? В полях. Не надо таких табличек сложных делать. У вас и так много, но тем не менее. Значит, в чем идея? Значит, идея в том, что план – ничто, планирование – все. План, который вы создали в начале, уже через квартал, он должен, по-хорошему, надо его переделать. И это жизнь, это хорошо, это нормально. Однако, если вы его положили, как обычно делают там, скачали из интернета, посмотрели видеотренинг, заполнили быстренько бизнес-план, шаблончики скачаны, типа, о, у меня есть бизнес-план, забыли про него. Все. Значит, вы теряли. План – это ориентиры, да? То есть это азимут и так далее. Куда нам идти? Поэтому к нему постоянно надо возвращаться, смотреть, там в нем куча гипотез, их проверять, они, вы ошибетесь, с высокой той вероятностью в некоторых из них, а то и во всех. Переписать весь, и заново начать хигачить, ну, только вот эта цифра, вам дали уже денег, вам жить три года, вот эта цифра должна быть неизыгрена, если вы не знаете. Если нет, ну, к хорошему, вот эта цифра должна быть, в двух дней должны прийти, любой ценой. И тогда что мы делаем? Мы собираем, ну, работаем вместе, да, потом собираемся, как бы, а так делаем, вся сварков, в 19-е речи провели, кафе, например, 8, не смогли выстрелить, то есть не смогли провести эту работу, сразу же, вот, у нас проблема у вас есть, да, мы локализовали, и все начинает поврести. Почему? Как? Ну, бывает случайный спор, ну, реально там агитинный, бывает, что мы не доработали, иногда становится понятно, что нужно проводить больше встречи, то есть реально мы отрабатывали все, но именно вот мы просто клиенты дольше, что нам нужно их больше воровать.